Дорогие читатели, предлагаем вам послушать сказку Сергея Козлова «Осенние корабли». Летели листья, кудел ветер. Ёжик вышел из своего дома с коромыслом на плече, спустился к роднику. Вода в роднике была синяя, холодная и плестела. Ёжик присел на берегу, поглядел в воду. Из воды на ёжика глянул грустный ёжик и сказал «Ёжик, ёжик, ты зачем пришёл?» «За водой», — сказал ёжик, который сидел на берегу. «А зачем вода? Море сделаю». «А зачем море? Будет у меня дома своё море. Проснусь, а оно шумит. Повернусь сбоку-набок, а оно шевелится. А где корабли? А зачем мне корабли? Какое же море без кораблей?» Верно подумал ёжик. Про корабли я и забыл. Он встал, нацепил ведра на коромысло и пошёл к дому. Лес шумел поосеннему. Ёлки стояли хмурые. С деревьев сыпались листья. «Белка», — крикнул ёжик, — «где мне взять корабли?» «Какие ещё корабли?» — спросила белка. «Скоро зима, а я всё один и один. Грустно мне». «Всем грустно», — сказала белка. «Что ты, лучше других?» «Я...» «Возьми нитку, — перебила белка, — иголку. Вдевай нитку в иголку, выдёргивай, так и день пройдёт». «Нет», — сказал ёжик, — «у меня море будет». «Проснусь, а оно шумит. Повернусь сбоку-набок, а оно шевелится». «У тебя море, а у всех вдевай нитку в иголку, да выдёргивай. Сам ищи свои корабли». И убежала. Ёжик поглядел след белки, пошёл дальше. Из-под ёлки вылез медвежонок. «Здорово, ёжик!» — крикнул он. «Ты куда идёшь?» «Погоди», — сказал ёжик. Пошёл в дом, вылил воду в ушах и вернулся к медвежонку. «Где мне взять корабли, медвежонок?» — спросил он. «Корабли?» — изумился медвежонок. «Где же их взять?» «Если б ты знал, как мне нужны корабли. А зачем?» «Скоро зима», — сказал ёжик. «Грустно мне». «А ты спать ложись», — сказал медвежонок. «Вот я, например, сейчас лягу, весной проснусь». «Нет», — сказал ёжик, — «мне корабли нужны». По лесу с драным сапогом в лапе брёл старый волк. «Что это у тебя, волченька?» — спросил ёжик. «Сапог», — сказал волк и остановился. «А зачем?» «Самовар раздую, шишечек сверху покрошу, чайку сварю и...» Волк сладко прижмурился. «Хочешь со мной чайку попить?» «Не могу, мне корабли нужны». «Какие корабли?» «Морские», — сказал ёжик. «Скоро зима, а у меня будет море. А по морю обязательно должны плыть корабли». «Корабли», — пожевал губами волк. «Вот, подержи-ка», — и протянул ёжику сапог. Потом наклонился и из щепочки и кленового листа сделал кораблик. «Такой?» «Ох», — похнул ёжик, — «настоящий, нам мне ещё нужно». «Ага», — сказал волк, — «издел ещё два кораблика». «Спасибо, волченька. Если загрустишь, приходи ко мне. Сядем, будем смотреть на море, на корабли. Придёшь?» «Приеду», — пообещал волк. Ёжик нашёл старый лопух, поставил на него три корабля и как на подносе понёс к себе в дом. Подул лёгкий ветер, паруса корабликов надулись, и сперва ёжик побежал за лопухом, а потом и опомниться не успел, как полетел. «А-а-а!» — закричал ёжик. Такую картину даже представить себе трудно, но так всё и было. Ёжик держал перед собой лопух по лопуху, как по зелёным волнам чались кораблики, а вслед с этим зелёным морем летел по воздуху ёжик. Он даже не испугался. Это он так, для порядка, закричал «А-а-а!», потому что ещё не приходилось летать над лесом. Но потом он освоился и запел «Ля-ля-ля!» — пел ёжик. И тут в небе появилась ворона. «Ух, какая она! Как она каркала! Ух, какие у неё были когтистые лапы!» «А-а-а-а!» — кричала ворона. «Позор! Ёж в небе!» Переполошился весь лес. А ворон всё летел и кричала «Позор!» «Кто позволил?» Все увидели летящего по небу ёжика. Тоже помахали лапами и закричали «Долой! Кто позволил?» И только волк остановился, пожевал губами, поставил сапог в траву и покачал голову. А ёжик летел по небу, уцепившись за зелёным море, по которому неслись корабли. Он вжал голову в плечи, но море не выпустил. Тут ветер стих, и когда ворона уже была догнала их, ёжик с корабликами опустился прямо на пороге своего дома. Ворона отпрянула. «Карр!» — крикнула она, и улетела, каркая, в тустое небо. А ёжик поднял корабли и вошёл в дом. То, что он увидел, таки его обрадовало, что он сразу позабыл пережитый страх. Возле ушата с водой, покачиваясь на солнышке и подставляя лёгкие головы морскому ветерку, росли две высокие пальмы. И на самой макушке той, что была поближе к прибою, сидел совсем крошечный, но абсолютно живой попугай. «Здорово!» — крикнул попугай. «Пускай корабли!» И сел ёжику на плечо. И ёжик с попугаем на плече стал пускать кораблики в воду. Теперь это было настоящее море. Шуршали пальмы, по краям ушата золотился песок, и высоко под потолком бежали лёгкие облака. За окошком стемнело, и давно уже пора было ложиться спать. А ёжик всё сидел над своим морем под пальмами и не мог оторвать глаз от золотых кораблей. Наконец он встал, разобрал по стен, лёг, вздохнул и сразу же услышал, как вздохнуло море. И над ним зажглись звёздочки, и от ночного ветерка зашелестели пальмы. Ёжик смотрел на одинокую звезду за окном, слушал, как шуршит в ушате прибой, и думал, что он теперь не один, что в эту долгу в южную зиму рядом с ним всегда будет большое тёплое море.